Девушки отдыхают В Днепре снова кровавые бизнес-разборки. На этот раз с применением взрывчатки. На воздух взлетела машина, пострадали два человека. Одна из версий – конкурентные войны. При этом гражданские активисты заявляют в городе разгул криминалитета при полном попустительстве полиции. Подробности у Елены Миндалюк. Взрыв по улице Вакулинчука прогремел около 10 утра. Жильцы окрестных домов говорят, в квартирах дрожали стены. Я перепугалась, думала, что дом бросился. Оказалось, в нескольких метрах от жилых домов подорвали автомобиль. Пострадала проходившая мимо пенсионерка и хозяйка машины. 27-летняя девушка, которая как раз села за руль. Сейчас она в больнице. Медики сообщают о состоянии средней тяжести, но травмы грозят инвалидностью. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головы, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и ушибленные рваные раны левой стопы. У пенсионерки травмы легкие. Ее госпитализировать не стали. Поговорить с хозяйкой машины не удалось. К ней врачи не допускают. Возле реанимации дежурят оперативники. По предварительным данным, сдетонировала самодельное взрывное устройство, прикрепленное к машине. Соседи пострадавшей рассказывают, она живет с мужем и 4-летним ребенком. Она отходит ребенка утром в садик. Потом приходит, переодевается и садится в машину и едет на работу. У мужа пострадавшей есть бизнес, какой не знает, но не сомневается. Девушка поплатилась именно из-за него. Или ферму держат, или что-то в это вроде завора. Предупреждение было. Значит, было предупреждение всей семьи. Как же, мам? Это не в первой раз? Нет, это первый раз. А вот в полиции о версиях пока не рассказывают. Все версии отработаются, по-перше. И, по-прежнему, говорить, что причинило вибух, мы сможем только после попередней экспертизы, результаты экспертизы, которую нам дадут вибухотехники. Бизнес-разборки в Днепре стали обыденными, уверяют общественники. То стрельба из автоматов, то взрывы. И все это из-за попустительства правоохранительных органов. Каждый день какие-то перестрелки, какие-то взрывы, какие-то бизнес-разборки. Они решаются не как положено. Если это хозяйственный спор в хозяйственном суде, они происходят у нас на улицах, страдают. В прохожие страдают, жители города. Нет деятельности полиции. Каждое громкое преступление до сих пор непонятно как-то, волочится. Никаких внятных комментариев, никаких конкретных действий. Постоянно из пустого в порожнее одни обещания навести порядок. После сегодняшнего инцидента полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Все обстоятельства перестрелки в Днепре по-прежнему покрыты тайной. Сегодня одному из подозреваемых, участнику конфликта Александру Лакизе, избрали меру пресечения. Какие заявления звучали на слушаниях и что нового сообщили в полиции в сюжете Сергея Бордюжи. Подозреваемого в суд привозят из больницы Мечникова под усиленной охраной. Хрома Александр Лакиза поднимается в зал. С прессой не общается. Лицо закрывает листом бумаги. Во время заседания сначала заявляет «невиновен». Я считал, что это встреча деловая. При себе оружия я не имел. Ни в кого не стрелял, никого не убивал. Но спустя пару минут вспоминает «стрелял», мол, пистолет отобрал у одного из нападавших. И уверяет, атошники, которые пришли на деловую встречу, открыли огонь первыми. Когда происходили выстрелы в мою сторону, я когда убегал, уже раненый, я стрелял, как бы, в ту сторону сопротивления. Как оказалось, год назад обвиняемый уже был осужден за ношение огнестрельного оружия. Но адвокаты Лакизы настаивают и подзащитный, примерный семьянин и отец. И брать под стражу нет необходимости. Нет ни одного доказа того, что именно от пострелов Лакизы помер Вагнер или Ивашук. На этот час нет ни одного выставки экспертизы, который бы подтверждал факт того, что куля была выпущена из огнепальной оружия из рук Лакизы. Но суд принимает решение два месяца ареста без права внесения залога. Представок для апелляционного оскаржения данного решения нет. Если человек погрожает до вечного выяснения, он может перерываться как от органов досудового расследования, так и от суда. Тем временем в полиции утверждает, что продолжает расследование, но важных деталей по-прежнему никаких. Все еще пытается установить, где находится бизнес-компаньон Эдуарда Саакяна Шалам Нахшон. Хотя вчера вечером он опубликовал видеообращение в интернете и подтвердил, что с Саакяном есть финансовые разногласия. А вот к стрельбе отношения не имеет. За трое суток правоохранители опросили 20 свидетелей и установили личности еще двух возможных участников бойни. С ними працуют следователи и уже по завершению мы сможем как-то квалифицировать, возможно, в другую, кто они у нас будут, дать другую правовую процессуальную оценку. Но на данный момент это свидетельцы. Много вопросов к работе полиции и у экспертов. В последнее время такие разборки стали привычными. А главное, участники устраивают их днем в центре города и абсолютно не боятся наказания. Постаёт очень много вопросов к работе правоохранительных органов. По сути, люди, которые сегодня были подозрены, которые начали стрелянину, затримали не полицейские. Через то, что они были поранены, не змушены были обратиться за медицинской помощи. И в такой способ, фактически, их есть возможность теперь затримать. Сегодня же Бабушкинский суд Днепра должен избрать меру пресечения ещё одному подозреваемому, 25-летнему Станиславу Ельчищеву. Во время перестрелки он был ранен и доставлен в больницу. Около 7 вечера Ельчищева привезли в суд. Общаться с прессой не захотел. По словам адвоката, свою вину не признаёт. Но не отрицает, во время конфликта был в кафе. Вот только без оружия. Буквально сразу после начала слушаний задержанному стало плохо. Его вынесли из зала заседания на носилках. Вернётся он туда или нет, должны решить врачи. Сергей Бордюжа, Елена Миндалёк, Игорь Воробий. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Около 8 вечера Станислав Ельчищев опять доставили в зал суда. Врачи провели обследование и констатировали, состояние подсудимого не ухудшилось. Напомню, Ельчищев жаловался на головокружение. Сейчас заседание возобновилось до часу ночи. Когда истекает срок задержания, Ельчищеву должны избрать меру пресечения. Иначе должны отпустить на свободу. В Одессе тоже стрельба и налётчики. В самом центре на улице Решильевской ограбили мужчину, который вышел из банка с крупной суммой. Как только сел в автомобиль, к нему подбежали трое неизвестных в масках, разбили битами окна, стали стрелять в воздух из пистолетов, бить водителя и пассажира. Затем вытащили из салона сумку с деньгами и скрылись на Шкоде Октавии. Пострадавшие бросились в погоню. Чем закончилась эта история, точно неизвестно. Но в полиции сообщили, что пострадавшая сторона претензий к налётчикам не имеет. Мол, личное имущество и ценности украдены не были. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ведущий консультант областного главка Одесской полиции Руслан Поростяк. Напомню, несмотря на это, уголовное производство открыто по статье «Хулиганство», совершенная группой лиц. Свидетелей произошедшего просят сообщить правоохранителям всё, что им известно. Автомобиль налётчиков ищут. Ни повышенные зарплаты, ни новая форма, ни обещанное реформирование не прельщают украинцев идти работать в полицию. В начале месяца недобор в правоохранительные органы более 17 тысяч человек. Больше всего патрульных не хватает в столице, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Об этом сообщается в ответе нацполиции на запрос украинских новин. Михаил Саакашвили больше не гражданин Украины. Это сегодня подтвердили в администрации президента. И объяснили, почему его лишили украинского паспорта. В ответе на запрос Интерфакса говорится, «Прекращение гражданства Украины, экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили обусловлено, цитирую, подданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства. Миграционная служба предоставила убедительные факты, и комиссия по вопросам гражданства рекомендовала главе государства принять соответствующее решение». На такое решение на своей странице в Фейсбуке отреагировал и сам Михаил Саакашвили. Заявил, что у него только одно гражданство, украинское, и лишить его никому не удастся. По словам бывшего одесского губернатора, решение приняли, когда его не было в стране. Но он намерен добиваться возвращения в Украину и не собирается получать статус беженца. По данным некоторых СМИ, в страну Саакашвили планируют вернуться уже завтра. Ситуацию вокруг Михаила Саакашвили прокомментировали в оппозиционном блоке. Говорят, два года назад были одной из немногих политических сил, которая еще тогда негативно восприняла получение им украинского гражданства. В оппоблоке напоминают, что на тот момент неясным оставался вопрос с грузинским гражданством политика. Кроме того, постоянно всплывала информация об уголовных делах, открытых против него на родине. В этой связи оппозиционеры задаются вопросом, понесут ли теперь оппозиционеры. В ответственность чиновники, которые незаконно вручили Саакашвили украинский паскорт. Это говорит, с моей точки зрения, о вероятности досрочных выборов. Наверное, как само по себе, это позитивный факт, это шанс на перезагрузку власти в стране. Но это однозначно показывает, что власть способна на все, и власть будет жестко закручивать гайки в отношении всех своих конкурентов, всех своих противников. На досрочные парламентские выборы готовы идти больше половины украинцев. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного фондом демократические инициативы совместно с центром Разумкова. Согласно данным, 48% украинцев поддерживают досрочное переизбрание Верховной Рады. Против 35% и около 17% в раздумьях. Такие настроения граждан остаются неизменными с декабря прошлого года. А если бы выборы назначили на ближайшее время, на них готовы пойти 65% граждан. Опрос проводился в середине июня, участвовали в нем более 2000 человек, погрешность чуть более 2%. Око за око или ответный удар ГПО. Прокурорские войны похожи в разгаре. Генпрокуратура расследует нарушения руководства и детектива в НАБУ. Об этом стало известно из ответа ведомства на запросу издания «Украинские новыны». Производство касается внесения заведомо неправдивых сведений в документы, злоупотребления служебным положением, уклонения от уплаты налогов, а также служебной халатности и мошенничества. Пока подозрений никому не предъявлено. Ранее ГПО начала расследование против заместителя гендиректора НАБУ. ГИЗа у главы подозревают в уклонении от уплаты налогов и сокрытии грузинского гражданства при приеме на работу. А вчера, напомню, стало известно о задержании детективами НАБУ бывшего чиновника генпрокуратуры Дмитрия Суса. Именно он фигурировал в скандале с буквально кулачными боями сотрудников двух ведомств. А прямо сейчас Дмитрию Сусу избирают меру пресечения детективы НАБУ. Его задержали вчера в аэропорту Борисполь. Улететь Сус не успел. А вот может ли сесть, узнаем у Ольги Теребинской. Она в Соломинском суде столицы. Оль, здравствуй, расскажи, чем закончилось заседание и как оно проходило? Добрый вечер, студия. Заседание суда до сих пор, кстати, длится еще оно, где избирают меру пресечения экс-прокурору Дмитрию Сусу, проходит в открытом режиме. Но вот снимать и записывать что-либо медийщикам запретили. Так решили адвокаты подозреваемого. Совсем немного пообщаться со сторонами процесса мы успели до начала заседания. Прокуроры сообщили, будут требовать для Суса содержание под стражей или 5 миллионов гривен залога. Такую сумму аргументируют так. 5 миллионов гривен – это взято с потолка, так сказать, с неба. Ничем не обґрунтовано. А если ты говоришь, что есть какое-то маяно, то это, виходит, что человеку должны продать это маяно и выкинуть дитину на улицу. Ну, это просто нонсенс. Поэтому мы считаем, что это не законно и не обґрунтовано. Враховывая его майновой стан, враховывая тяжких чиновников злочин, поэтому мы выходим из таких размеров. Тяжких заданных збитков, выкраданного маяна и православного маяна. А в сколько оцениваются збитки, которые он задан? Ну, маяча на пемель винограды. Сам подозреваемый, кстати, тоже выступавший против съемок, немногословен. Вот все, что удалось услышать от него перед приходом судьи. Съемок. Почему? Почему? Мы не знаем. Он светит, что там хочет, видимо. За прошедшие два часа пока что рассмотрели только одно ходатайство адвокатов о том, что само задержание Суса в аэропорту было незаконным. Но судья его не удовлетворила. Я напомню, экс-прокурора генпрокуратуры Дмитрия Суса задержали позавчера в аэропорту Бориспольт, прямо перед вылетом в Турцию, куда он направлялся с семьей на отдых. Подозревают его в незаконном присвоении имущества во время обысков. Скандальных эпизодов вокруг имени чиновника немало. Это и попытка вручить подозрения бывшему заму генпрокурора Виталию Касько и дорогой автомобиль, записанный на бабушку, и более громкие, так называемые, прокурорские войны с захватом и пытками детектива в НАБУ, которым якобы руководил СУС. Что из этого правда решит суд? А мы сообщим все вам. А мы сообщим вам все подробности, как только они станут известны. Студия. Ольска, спасибо. Ольга Теребинская была на связи со студией из Соломинского райсуда столицы. А вот нардеп от Народного фронта Максим Поляков буквально бегает от прокуроров. Как пишет издание «Украинский новынос» со ссылкой на свои источники в САП, на Полякова сегодня снова пытались надеть браслет, но парламентарий сбежал. По данным СМИ, журналисты видели нардепа возле управления нацполиции в Черкасской области без этого аксессуара. Поляков и ранее отказывался надевать браслет. Он утверждает, что это незаконно, а правоохранители уверяют, сделать ничего не могут. Однопартицы Полякова на последней пленарной неделе настояли на дополнительном выделении сотен миллионов гривен для проекта «Стена». В то же время НАБУ, расследуя дело о хищениях при строительстве Евровала, выяснили, часть бюджетных денег стекалась на счета фиктивной фирмы со штатом «Один человек». Что узнали правоохранители и много ли еще финансовых дыр в стене? Далее в материале. Невидимая «Стена». Из года в год деньги из госбюджета для Евровала выделяются, но готов он только на 15%. И это за два с половиной года. В НАБУ выяснили, часть денег до стройки просто не доходит. О результатах расследования пока сообщать не спешат. Но некоторые детали дела удалось узнать из судебных решений. Схема такова. Госпогранслужба в 2015 году выделила трем фирмам 175 миллионов гривен. Те часть денег перевели на счета компании «Киттрейд», которая, кстати, была создана в том же году. О точной сумме перевода неизвестно. Директор компании обналичил около 4 миллионов. Остальное перевел на счета других предприятий с признаками эффективности. Мы попробовали отыскать эту компанию. По юридическому адресу «Жилой дом». Здесь виртуальный офис, где зарегистрировано свыше 100 фирм. Среди них, как оказалось, «Киттрейда» нет. Когда-то была здесь такая компания, но они уже давно здесь не находятся на адресе. А давно это? Ну, еще в 2016 году они съехали. Ну, не были, они только здесь один год находились. По фактическому адресу правоохранители компанию тоже не нашли. В том же решении суда значится в штате предприятия всего один человек – директор. А значит, компания эффективная. Кроме того, это подтверждает и свидетель – первый директор «Киттрейда». Ею оказалась уборщица, которая ничего о компании не знает, но рассказывает, что в апреле 2015-го за 500 гривен дала доверенность незнакомому мужчине для предпринимательства от ее имени. Какую сумму удалось провести через эту фиктивную фирму и установили ли правоохранители личность подозреваемого – пока тайна следствия. Но это не последнее дело о хищениях во время строительства стены. В ГПУ и СБУ также расследуют присвоение 100 миллионов гривен. Деталей немного. Известно только, что к этому могут быть причастны и чиновники погранслужбы. «Стройка века» – это проект главного фронтовика Арсения Яценюка начинался как нечто грандиозное. По крайней мере, он сам так его анонсировал. Стена, которая должна была остановить российское вторжение. На деле – металлическая сетка, ров, вал, смотровые вышки и камеры видеонаблюдения. И все это недешево. Общая стоимость проекта – 4 миллиарда гривен. Стену уже замуровали 600 миллионов. А в этом году сначала выделили 200, затем под нажимом Народного фронта – еще 300 миллионов. Полмиллиарда. Интересно, сколько же денег из этой суммы растеряется по дороге. Бывший глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко, который в этот вторник подал в отставку и получил звание генерала армии, вскоре тоже может стать клиентом НАБУ, уверены журналисты общественной организации «Стопкоррупция». Ее координатор Роман Бачкало у себя на странице в Фейсбук напомнил, что активисты организации еще год назад улечили пограничников Черновицкой области в контрабанде. В частности, сигарет и леса. Пан Назаренко руководил в нас, как известно, государственную прикордонную службу, но, как на меня, это еще и руководил коррупционную систему в прикордонной службе. Мы требуем того, чтобы факты, которые известны общество, которые известны журналистам, чтобы они расследовали прокуратурой, полицией, которые борются с экономической злочинностью, НАБУ, антикоррупционную прокуратуру, НАЗК, яка, хай переверить статки пана Назаренко и членов его родины. 67-й конвой тылового обеспечения боевиков, который в Москве упорно называют гуманитарным, направляется на оккупированную территорию Донбасса. Если верить бумагам, автоколонна везет продукты, лекарства и даже литературу. Что на самом деле доставляют белые КамАЗы, неизвестно. Нашим пограничникам осмотреть фуры не дают. По данным разведки, конвой зашел полупустым, оружия в машинах все меньше. Сейчас его перевозят в основном по железной дороге. Украинский солдат погиб в районе Водянова после вражеского обстрела. Боевики ведут огонь и днем, и ночью на Авдеевском плацдарме. Применяют гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Больше расскажет Руслан Смещук. Авдеевская промзона или промка, как ее называют наши военные, одна из самых горячих точек на фронте. Здесь земля или изуродована воронками, или нашпигована шрапнелью и остатками вражеских снарядов разного калибра. В момент нашего прибытия тут тихо. До этого прилетали крупнокалиберные мины боевиков. 120 прилетали, 82 за скелетом падали. Такого перемирия нет. Воги, 82, 120 работают. Здесь там было танки. Переходим в укрытие. Тут даже без бронежилета входить можно. Хотя лучше не расслабляться. Боевики периодически подходят совсем вплотную. Бывает, нагляют, может, подойти до притуха. Ну, так, ну, как эффект неожиданности, что, может, знаете, как не стреляют, не стреляют, там было что-то, сделают передышечку. И пробуют ризикнуть. Степан на войне уже третий год и только что вернулся из госпиталя. Долго отлеживаться не захотел. Показывает гордость подразделения. На вопрос, как живете, когда не воюете, бойцы отвечают по-военному лаконично. А вот Александр отвечает на другой, интересующий многих вопрос. Я вам скажу одно. Когда противник уже наносит такий, нам, сказать, огневый удар, что на него нужно ответить, мы ответим наверх. Который нам даёт добро. И мы, позволенным минским оружием, наносим в несколько раз больше уражения противника, чем он с обороненными. Вскоре нас вывозят из промки. Лишнее движение и перемещение гражданских с позиции на позицию могут спровоцировать очередной обстрел боевиков. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности в телеканал Интер. Работу погранслужбы сегодня инспектировали нардепы во главе с парламентарием от БПП Сергеем Рудыком. Вместе с коллегами он пролетел вдоль украинско-российской границы и оценил состояние контрольно-пропускных пунктов. Кроме того, встретился с руководством погранслужбы Харьковской области. Депутат призвал своих коллег присоединиться к рабочей группе, чтобы вместе оценить нынешнее состояние украинско-российской границы. Харьковская область одна из зерцевых. Станово сегодняшний день тут на 85% выполнены работы по установлению всех возможных и невозможных линий безопасности. Тут наиболее отработаны вопросы, связанные с электронными системами защиты. В Львове сегодня вспоминают жертв скниловской трагедии. 15 лет назад во время авиашоу там погибли 77 человек. С теми, кому удалось выжить и теми, у кого авиакатастрофа забрала родных, пообщалась Галина Якушко. Маленькая часовня возле скниловского аэропорта. Сегодня здесь родные погибших и те, кому посчастливилось выжить. В этот день, 15 лет назад, 10 тысяч зрителей пришли на авиашоу посмотреть на фигуры высшего пилотажа. Праздничное представление в одно мгновение обернуло с трагедией. Истребитель Су-27 пролетел слишком близко к земле, зацепил крылом деревья, ограждение, рухнуло зрителей и загорелся. 77 человек погибли от травм и потери крови, из них 28 детей. На этом видео Остап Хмель вытирает салфеткой лицо от крови. Тогда эти кадры показали телеканалы всего мира. Остап выжил благодаря маме. Она прикрыла с собой сына и погибла. Парню сейчас 18. Богдан приходит к монументу каждый год. В тот день погибли два его взрослых сына, невестка и 11-месячная внучка. Двое пилотов, которые выполняли тот роковой трюк, выжили, успев катапультироваться. Их осудили, но оба уже на свободе. Своей вины в их гибели 77 человек ни один из них так и не признал. После трагедии осталось много вопросов. Почему зрителей разместили на полосе для пилотирования и почему перед авиашоу не провели тренировочные взлеты? Неизвестно, кто виновен. Хотя это понятно, что такие масштабные катастрофы, они становятся не из войны одной люди, а из войны многих людей. Понимаете? Не двоясь такая профессиональная. Смеловскую трагедию назвали крупнейшей катастрофой в истории авиашоу. После нее в Украине больше никогда не проводили подобных мероприятий. Грины Кошки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Сохранить и увековечить память о Дне Победы для будущих поколений решили в Израиле. Депутаты КНЕСАТа приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая. Авторы законопроекта напомнили, более полутора миллионов евреев воевали во время Второй мировой войны в составе армии союзников против нацистов. Поэтому закон утвердили единогласно, запрогласовали 53 парламентария. И отныне День Победы над нацистами в Израиле на государственном уровне будут отмечать 9 мая. А в Киеве сегодня прошли мероприятия, посвященные Дню Крещения Киевской Руси. Со всех уголков страны в столицу прибыли десятки тысяч верующих. Людей собрал совместный молебен. Продолжит Инна Томина. С самого утра в центр Киева начали прибывать тысячи паломников. Все они пришли, чтобы помолиться на Владимирской горке в честь годовщины Крещения Руси. Я в Житомирской епархии. Мы пришли помолиться князю Владимиру, чтобы дали мир на Украине. И о своих детях, чтобы прекратилась война. Чтобы наши детей не убивали. Каждый человек поверит ей. Если человек верит, то любая икона, маленькая или большая, она поможет в любом случае. Я считаю, что человек должен верить и все тогда будет. За считанные часы прихожане заполонили всю территорию. С иконами и молитвами в нескончаемом потоке паломников не только взрослые. Богородица, Дева, радость. Агатная Мария, Господь с тобой. К молебну у князя Владимира готовились не только церковники, но и власти города. К дню Крещения несколько месяцев реставрировали сам памятник. Именно сюда привозят чудотворные иконы. И мы сегодня святкуем и молимся святому князю Владимиру, чтобы он своими святыми молитвами и предстательством перед престолом Божиим просил за нас, нашего творца и создателя, чтобы Господь помогал нам, чтобы мы были прекрасной своей земли и для всего света. Среди участников мероприятий и политики говорили о единстве и недавних попытках парламента узаконить вмешательство в дела церкви. Для того, чтобы было понимать, что это за закон, то можно сказать, что там был такой пункт уникальный, даже для Радянского Союза это было, ноу-хау, что руководитель епархии там призначается за сгодой центрального органа влады. То есть, министерство призначает епископов во властях. Где это такое было? Потому что это была с самого начала провокация. Мы были категорично против втручения церкви в право, в державу в право церкви. Тем более, что парламент, который имеет доверие в 4%, когда он пытается руководить церковью, которой доверяют 60% граждан Украины, то это просто борьба для парламента. Сила веры людей гораздо сильнее, чем угроза всех радикалов. В крестном ходе принимают участие люди от Львова до Днепропетровска, от Одессы до Харькова. И все они молятся за мирную, единую, богатую Украину. Мы боролись и будем бороться против этих законов, которые навязывают радикалы. После молебна возле памятника князю Владимира крестный ход направляется к Киево-Печерской лавре. По дороге почтили память героев Небесной сотни. Крестный ход – это всегда проявление веры. Это истинное проявление веры. И это, я считаю, когда крестный ход идет с молитвой, с молитвой об умиротворении страстей о мире в нашей стране, это еще и очень глубоко патриотично. В крестном ходе приняли участие несколько десятков тысяч человек. Первые подраконки говорят о том, что в крестном ходе взяло участь не меньше, чем 100 тысяч людей. В отличие от прошлого года, в этом паломникам никто не мешал. Инцидентов не было. Отрапортовали правоохранители. За безопасностью наблюдали несколько тысяч полицейских. Сегодня с 1 до 5 тысяч правоохранителей, национальной полиции, национальной гвардии Украины и всех служб по забеспечению публичной безопасности при проводении хрестных ходов. Усиленные меры безопасности будут действовать до 30 числа, когда завершатся празднования годовщины крещения Руси. Инна Томина, Богдан Бербицкий, Олег Неведомский и Никита Исайко. Подробности – телеканал «Интер». Завтра торжества продолжатся. Верующие смогут собраться на площади перед Успенским собором в Киево-Печерской лавре, где состоится божественная литургия. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Лечить не строить, как ривненскому хирургу, находившемуся под следствием из-за халатности, удалось восстановиться в должности. Дом после взрыва спасатели продолжают разбирать завалы и выдвигают версии о причинах ЧП в столичной многоэтажке. В Запорожской области готовится захват власти. С таким заявлением на внеочередной сессии выступил глава обл. администрации Константин Брыль. По его словам, идет подготовка масштабных активных действий, направленных на изменение или свержение конституционного строя и захвата государственной власти. И за лечением джерел в владных колах используются различные шляхи сбора и передачи информации служебного характера. Акумуляция денег для финансирования организации протестных акций происходит за счет отримания в противоправный способ бюджетных ресурсов. Выкликает постоянно, увеличивающие протестные настроения среди населения, которые планируются использовать для достижения значительных злочинных планов. Цвела счеты с жизнью, оставив соседей без жилья. В Киевгазе назвали причину взрыва в столичной многоэтажке. Елена Митясова продолжит. Они вмиг остались без жилья. Жители столичной многоэтажки, где вчера прогремел взрыв, сегодня из своих квартир забирают все, что могут унести. В дом пускают по одному при наличии прописки и под пристальным вниманием полиции и спасателей. Вы видите, в каком состоянии? Я говорить не могу. Что, разрушено сильно? Да нет, у нас ничего. С той стороны окна только. Взрывная волна была настолько мощной, что стекла и оконные рамы повылетали даже в соседских домах. Эпицентр взрыва, квартира на первом этаже. С улицы сегодня можно даже рассмотреть, что осталось от нее. Ситуация в квартирах. Этажом выше не лучше. Перекрытия разрушены с третьего по подвальный этаж. Проживание в этом доме невозможно на сегодняшний день. Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла. Это была одинокая 67-летняя дама. Досматривали ее социальные работники. Что привело к взрыву, загадка. Изначально озвучили версии утечка газа. Но ее тут же опровергли. И соседи погибшие, и газовики. Запах газа я не слышал. Взяли лабораторию, отвезли пробы воздуха. Значит, с подвала, с квартиры. Пробы воздуха, наявность газа не показали. Жители дома даже гадать стали о причинах. Кто-то говорил о самоубийстве, а кто-то даже о насильственной смерти. До нее приходил социальный працательник. Она была очень хвора. Я подозрю, что могла громко пойти с життя. Там что, там трех комнатных квартир. Может, кто-то. То есть вы думаете, что это на умысле кто-то свой? А вы как думаете? Я думаю, да. Повреждений газовых труб в квартире действительно не нашли. В Киевгазе утром озвучили сразу три возможные причины взрыва. Неизвестный предмет – газовый баллон или самоубийство. К вечеру из этих версий осталась только одна. Когда газовая плита была вылечена из квартиры, правоохранительным органом было зафиксировано, что все четыре крана на газовой плите были в открытом положении. Поэтому основная версия сейчас есть, что причиной выбуха в данном доме стало самоубийство. Полиции же пока о причинах взрыва молчат. Дескать, необходимо дождаться результата всех экспертиз. Неизвестно и то, подлежит ли восстановлению подъезд в доме, где случился взрыв, и квартиры. 38 жителей дождаться ответов будут во временном жилье. Людям предоставили комнаты в студенческом общежитии. Все ремонтные работы будут отбываться за рахунок места. Проживание и коммунальные послуги, которые необходимо сплачивать, это за рахунок места. Мы полностью людей забезпечим, мы их не залишим на один с такой трагичной, независимой ситуацией. На первое время помогут пострадавшим и материально каждый получит из резервного фонда района по 2,5 тысячи гривен. Елена Митясова, Сергей Еременко, подробности телеканал Интер. На грани экологической катастрофы оказались села в Полтавской области. А все из-за наращивания добычи газа. Новые буровые вышки растут как грибы после дождя. Из-за внедряемой технологии гидроразрывов ушла вода из колодцев, а люди вынуждены дышать продуктами сжигаемого газолина. Зеленые осадки, грязь на дне ведра. Такой вода в колодцах жителей Коломатского стала после появления в округе буровых вышек. Последние годы в Полтавской области компании активно наращивают добычу топлива по технологии гидроразрывов пластов на глубине от 3 до 5 километров. Триска упала вода в колодязи. Зараз в колодязи 1 метр води все воно все. А по-друге вона воняє, такі пятна появились. Вона мутна вода, по-перше. Такий запах химии отдає. Наберемо в ведро води, а там тоді мули-мули. Не стало води в колодязи. Всі люди кажуть, що це багато тих, яких, вышків. На місці цього камеша, коли-то був пруд, його выкачали буровики для своїх технічних нужд. Наскільки опасно для окружаючої среди добыча газа методом гидроразрыва, учені до сих пор не можуть сказати. Але люди своє мнення вже сформували. Люди проти гидроразрывів, проти подальшого знищення природи. Вони пішли іншим шляхом. Вони зараз ці гидроразрыви оформлюють як реконструкцію старих свердловин. Нема жодного погодження з територіальними громадами. Лохвицький район, Гадецький район, полтавський район. Глава полтавського облсовета показыває на карте весь север області буквально усеєн буровими вышками. В цій містності багато месторождений газа. Його добычу монополізувало госпредприємство «Укргазводобування». Масштаби колосальні, уверяє чиновник, як і ущерб от роботи буровиков. Підприємство платить ренту за добычу недр в госказну. А вже відтуда облбюджет получає небольшу субвенцію. Нам пропонують підписати соціальну угоду на рік. На 19 мільйонів гривень, це було в 2016 році, а зараз на 30 мільйонів гривень. Це нас категорично не влаштовує. І ми хочемо, ми зазначаємо, що витрати екологічні, інфраструктурні і інші, вони в десятки разів більше, ніж те, що нам пропонують. Получив ліцензію на добычу топлива, предприємство вже два роки працює в Полтавській області без спецразрішення від облсовета. Депутати напроч відказалися віддавати його газовикам. На цю ситуацію вже відреагували в Міністерстві екології. Комментирувати ситуацію в «Укргазводобуванні» пока не спешат, хоча соответствуючий запрос был нами відправлен. Станислав Кухарчук, Светлана Шекера, Елена Зоріна. Подробності, телеканал «Интер», Полтавська область. О нелегальної добыче і добыче з нарушеннями сегодня говорили і в Києві. На засіданні Комітету по вопросам пользования недрами. Іниціювала дискуссію «Федерация роботодателів України». Главна цель – улучшити законодательну базу по добыче, уменьшити сроки получення разрешительних документів. Сейчас ця процедура затягивається на 1,5-2 роки. Возможно, тому добытчики і йдуть нелегальним путем. Со своєї сторони в правительстві пообіщали уже в декабрі змінити кодекс по пользованию ресурсами. Заглядно на те, що, на жаль, країні бордаку вистачає, не тільки по газу такий видобуток нелегальний є. Він є і по піску, і по глині. Потрібні абсолютно прозорі і зрозуміли правила користування надрами. Не такі жорстко регламентовані і не такі складні і в термінах, і в процедурах. На особих умовах МАУ судиться з Мининфраструктурою і з Райнеєр з-за потенціальних скидок для ірландського лоукостера. Об цьому сообщив президент авіакомпании Юрий Мирошников. МАУ требує компенсувати 20 мільйонів гривень убиток і предоставити те ж умови для нових контрактів, які були предложені Райнеєр. А також требує признати незаконним меморандумом між Мининфраструктурою і Райнеєр. Наші інтереси під загрозою, і під загрозою вони не внаслідок факту початку польотів Райнеєру в Україну, а внаслідок того, яким саме чином, на яких умовах це робиться, і які виключення з правил робляться для цієї однієї авіакомпанії. Те, проти чого ми категорично заперечуємо, це проти створення цих самих эффективних, дешевих і технологічних умов лише для однієї авіакомпанії. Причина відказувала у Костера Райнеєр зайти в Україну в отсутствие единой стратегії авіаперевозок, а не в слабой переговорной позиції Києва. Об этом сообщил глава Кабмина. По словам Владимира Гройсмана, он привлёк к решению вопроса інвестиційний офіс правительства аеропорт Борисполь і Министерство інфраструктуры. Последнему поручил разработати стратегію развития аеропорта. І тепер, по словам прем'єра, необхідно достигати договорённості на взаємовыгодних условіях і для государства, і для авіаперевозчика. Такими були новости осього дня. За развитием событий следите на нашому сайті подробності. Я желаю вам хорошого вечера і до встречи. Дякую за перегляд!